Ростовчанин слева, в синем протекторе рукопожатие, в красном справа представитель сборной Турции. Итак, друзья, ждем мы еще одной золотой медали. Вот это начало. Вот это вот начало домашнего для российской сборной первенства Европы. Вот здесь уже публика оживилась. Там сложно было симпатии своей разделить между двумя российскими пхокфандистами. Здесь все понятно. Зал полностью на стороне Гужегита, Кочкарбаева. И он готов ответить взаимностью зрителям и подарить им много красивых ударов. Но Турок хорош. Какая мощная атака из правой стойки. Не будет защитной эта атака. Удар после остановки боя. Поэтому россияне не получают никаких очков, как и штраф. А вот Турку за предыдущую атаку три добавили. Все-таки удар из правой стойки прошел. С отчетом 15-0 в своем первом бою Турок выиграл сегодня. Он, как, наверное, и самый сильный тхокфандист в Турции. Легенда мирового тхокфандо Серветто Зигу. Олимпийский чемпион. Любит и пропагандирует зрелищное боевое тхокфандо, атакующее. Вы знаете, что многие тхокфандисты Европейского союза тхокфандо работают системой видеоповтора. Что и повтор бы еще увидеть. Ну, здесь, ну, судя по... Да, три очка. Три очка дают россиянину. И это уже совсем другое дело, дамы и господа. 4-3 должен стать счет. Или 5-3. Да, было падение. У Жигита 5-3, но это не 0-3. Еще целых 50 секунд во втором раунде. Надо работать. Немножко побаивается своего соперника. Мне так кажется, Качкарбаев. Не нужно этого делать. Меркана Думачи по рейтингу, наверное, посильнее, чем россиянин. Но это финал. Здесь ты должен настроиться на один конкретный бой. Конкретный один раунд. Все в твоих силах. 5-4 доказывает это нам Качкарбаев. И тут же пропускает атаку в голову. Вот это, опять же, юный возраст. Еще не так много опыта. Конечно, когда ты уже близок к тому, чтобы сравнять счеты, нужно взять небольшую паузу. И шашка на голову, что называется, не лететь на соперника. Наткнулся. Просто даже не ударил турок россиянин. Наткнулся на ногу. Как настоящий герой вел себя россиянин. Пускай будет до поражения. Но будет в борьбе, будет качественным. И вот Хаквандо. Пока за два раунда только одну атаку, к сожалению, Гужегипт. Качкарбаев такую уверенную провел. В основном остальное исходило со стороны его соперника. Смотри, опять турок из левой стойки правой ногой. Как очень быстро перемещает свою атаку. И с разворота показывает, что может. Вот как раз в стиле Сервета Тазигуева работает у Мачи сейчас. Сколько там осталось времени. К сожалению, нет секундомера. Но тоже на меньшие минуты. Это не тот экран. Нам бы тот, что слева посмотреть. Да, минут 11 на самом деле. И счет прежний 4-8. Качкарбаев уступает в счете. Он хочет, конечно же, доказать, что здесь при домашней аудитории он способен сравнять счет при отставании в 3 очка 5-8. Но минута... Вы знаете, если говорить о взрослом Хаквандо, то я думаю, что этого было бы достаточно, чтобы сравнять счет. Учитывая, что это юниорская Хаквандо, и ребятам еще даже нет 20 лет, формируется их характер, формируется их спортивная воля к победе. Порой эмоции зашкаливают. И порой охладить себя во время боя и финала не получается даже и тренеру. Поэтому не будем строго судить мы Качкарбаеву. Он сделал сегодня все, что мог. Он добрался до финала. Он повезет домой к родителям серебряную медаль, как минимум. Еще есть 20 секунд, чтобы превратить ее в золотую. Попробовать. Удар в голову нужен сейчас Булжигиту. Защищается Турок. Да, время заканчивается. Результата нет. Похоже, в этом финале у российской сборной золотой медали не будет. Уже песни запевают там на трибунах турки. Да, победа турецкого тхэквандиста Долмата Долмачи с отчетом 8-6 в итоге. Получил еще один штраф в конце Турок. Ну, а россиянин Булжигит Качкарбаев становится серебряным призером первенства Европы до 21 года в городе Грозный. Друзья, мы возвращаемся в славный город Грозный, в столицу Чеченской республики, где сегодня взял старт действительно крупный по европейским и даже международным меркам турнир. Первенство Европы под хэквондо для тхэквандистов не старше 21 года. Все это будущее олимпийское, не только российское, но и европейское с расчетом на 2020 год на Токио. Здесь открываются и зажигаются новые звездочки. Например, наш Алексей Владимиров 10 минут назад стал чемпионом Европы. Выиграл он блестящий финал у своего соотечественника Алексея Рудника. А вот совсем недавно, к сожалению, был уже гид Качкарбаев, уже в лесовой категории до 58 килограммов. Повтор этого финала на ваших экранах сейчас проиграл турецкому спортсмену Дулмачи. Но проиграл он в борьбе, проиграл он неплохо действуя из левой стойки в первом раунде. Был там даже в какой-то момент равный счет, но в итоге концовку проиграл. Вы знаете, я так понимаю, что была еще интересная такая ситуация из-за того, что у нас графика отсутствует из Грозного. В этом финале ошиблись судьи. Они дали второй раунд на табло место третьего. А как раз третий-то еще не стартовал. И вот сейчас мы с вами, как я уже понимаю, смотрим этот третий раунд при счете 12-11. Так что мы очень рано турецкого спортсмента с золотой медалью поздравили. И даже титр был, что он выиграл этот финал, который дезориентировал и меня. Но в итоге давайте досмотрим. 19 секунд. Да, 12-11. Вроде как по-прежнему турецкие тхэквондисты впереди. Но Гужегид Качкарбаев не сдался. Не сдался даже тогда, когда заранее чемпионом сделали его соперника. Ох, как же интересно. Какой зрелищный финал. Какой зрелищный финал уходит за пределы корта турок. И какое-то предупреждение. Первое или второе. Отклонение от ведения боя. 12-12. Попал Голжуби. Великолепно попал из левой стойки. И догнал в итоге турка. Вот вам и сюрприз. Вот вам и сюрприз. Сейчас мы уже поздравили нашего спортсмена с серебряной медалью. Оказывается, это был не третий раунд решающий, а второй. Судьи, естественно, быстренько поменяли это на табло. И сказали, что нужно вернуться участникам финала для борьбы в третьем раунде. Маленький такой коллапс в этом финале. Но приятный и положительный для нас. Потому что у Гулжигита Хачкарбаева есть еще шанс стать чемпионом Европы. 12-12. Я говорил, помните, в начале этого финала, что сервет Тезигул, легенда турецкого, вообще мирового тхаквандо, набирает по 20 очков за бой. Вот эти парни, юниоры, очень даже могут повторить это достижение сервета Тезигула. Как же активно работал сейчас Толмачи и Турок. Но в той атаке только одно результативное было движение. А вот Хачкарбаев ответил важный в корпус. И сейчас мы с вами свидетели четвертого раунда дополнительного. Здесь борьба идет до первого точного попадания. Неважно, куда, в голову, в корпус. Главное попасть. Если ты будешь первым, ты выиграл весь бой. Я напоминаю, что основное время закончилось со счетом 12-12. И ай-яй-яй. К сожалению, к сожалению, сейчас для... Турок упал, но чуть раньше до этого... Турок упал, но чуть раньше до этого падения он коснулся ногой корпуса своего соперника. Это волевая победа Гужегита Хачкарбаева. Вторая золотая медаль у сборной России. Это сенсационная медаль, потому что соперник и по рейтингу был сильнее. И сегодня по квалификационной сетке шел гораздо увереннее Хачкарбаева. И вот, пожалуйста, проигрывая весь, по ходу всего этого поединка, причем внушительно проигрывая, минус 3, минус 4 очка было, россиянина прибавил в концовке третьего раунда, довел дело до счета 12-12.